добрый день дорогие пользователи ютуба очень давно я не делал своих видео за что вот безумно тысяча кратно извиняюсь прошу вас прощения как бы обещал периодически выкладывать какие-то новые видео уроки по занозе по блендеру в итоге ничего но в жизни моей произошла череда не столь приятных событий хотя отчасти сейчас понимаю что наверное все что бог не делает все к лучшему однозначно то что все это случилось так должно было быть как бы к сожалению развод это не сей приятный процесс тем более порой последствия которые ведут после него это так себе рекламку там у меня на канале есть видео где отжимаю собственно это и есть воочию те кто хотят посмотреть вот соответственно вдруг может быть милые дамы будут заходить ко мне на канал хотя я сильно сомневаюсь но мало ли вот можно будет увидеть меня вот так как мое сердце на данный момент вагант на и вот такие вот момента ладно ребят все это лирика все это смешно и хорошо он действительно было как бы вот такое не очень приятное событие в жизни но я думаю что она закончилась и как бы какие-то отголоски конечно прошлых моментов со стороны бывшей жены все равно она проявляет активность в той или иной степени не всегда правильно и приятную но это уже личное ладно давайте приступим сегодня урок будет у нас очень такой коротенький и будет он посвящен блендеру вы в комментариях пишите мне есть несколько планов допустим касаемо блендера так как сейчас блендер действительно дают не сам блендер так как плагин и дополнение с кс-овцы выпустили на там блендер тулс вот с кс-тулс вот эти все дополнения которые в совокупности с блендером дают возможность работать с и тс да как бы раскрывая потенциал на этом для моделирования на порядок больше чем допустим все таки занозе но в любом случае мы будем разбираться вместе и как таковой сам не клупал можно даже как-нибудь стрим вот собраться все вместе дружной компанией вечерочком выходной и посидеть попробовать постимить попробовать использовать эти все новые инструменты блендера связанные которые с и тс которые с кс-овцы делают вот буквально недавно обновился один из них поэтому ей нужно будут ссылки там пишите в комментариях в принципе счет найти в интернете не проблем блендера тем более все эти инструменты на официальном сайте моделирование по и тс с кс-овцы вот там есть и видео принципе можно посмотреть но как бы вместе разбираться но все интереснее я к чему сегодня по поводу блендера и тс сталкивались я думаю каждый из нас с проблемкой вот и для каждого на кто-то решал я кто-то мне кажется в итоге у кого-то не хватало терпения просто-напросто забивал на это на все к чему смотрите такой момент берем мы запускаем блендера да вот делаем импорт трака любого в принципе возьмем от с вот возьмем стс ну понимаете да путь базы путь мода но так как у меня но я буду брать пмдш на модель из базы принципе мне путь остается к базе это путь всегда должен вот этот путь быть базе распакованы вот возьмем мы кинворта смотрите в чем дело чтобы вы понимали сейчас сейчас моделька откроется вот смотрите вот на нашу модель да принципе поработали мы с ней что-то сделали и берем делаем экспорт на рабочий стол куда-то нам файлы конфликт тигачи тандем ну вот сюда выбираем 14 версии игры так давайте сейчас возьмем путь как у меня просто чтобы написать так 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 вот пускай пусть даже будет дав евро 6 неважно вот берем путь до вставляем пишем трак делаем экспорт опа у нас ряд ошибок каких идем в консоль смотрим что же нам тут написал скрипт аддон ай скин сцс экспорт пмд ру и что же тут что в итоге делать мне получилось так раз получилось так два мне хотелось удалить блендера потом думал блендер тут собственно причем начали ковырять разбираться могу на формах ничего найти в принципе вот этот вот а плагин из кайсовский он там описывает какие-то ошибки но попробуй разбери там все этот google переводчик переводит криво ладно ребят суть ты в чем давайте вам покажу самого начала мы берем да сейчас мы наш трак удалим смотрите делаем импорт 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 вот как бы рабочий стол а т.с. указываем пути генвард открываем вот открылся вроде бы да все импорт прошел правильно все смотрим окно показываю окно 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 ребята простите окно не хочет показываться вот вроде бы все нормально да все материалы все подгрузилась все все в принципе она открылась и смотрим на дом все нормально пмц вот но почему то не получается у нас с вами экспортировать модельку что мы делаем смотрите все гораздо оказалось проще прозаичный но это уже после того как перелопатишь хорошо когда вот так тебе подскажут а когда приходится самому что-то ковырять и смотреть чем делай что происходит пути маты прописывает чуть чуть неправильно этот плагин их приходится уже исправлять вручную но делается так вот смотрите мы открываем полностью иерархию автомобиля до нашего трака и ищем модели вот она модель до 1 заходим материал смотрим полностью открываем материал чтобы был полностью открыт материал чтобы мы увидели составляющие материала все все выставленные значения все чтоб вот вот он наш материал по сути вот смотрите что мы делаем заходим сейчас все поймете и для вас все станет доходчим мой понятно это вот взяли да там первая модель модель 0 2 и смотрим что мы ищем сейчас я вам то я покажу смотрим смотрим это вам придется делать с каждой модели потому что естественно не проверял сколько их и тут вот смотрите еще раз вот запоминайте модель 5 и отключаю на ней глазик возвращаемся к модель 001 что мы ищем смотрите видите да мат в принципе это мода со всеми значениями игровыми он выставлен все нормально все нормально все нормально все нормально модель 5 включаем наш глазик смотрите аукс значение 5 6 и 7 их нету этих значений то есть ну они пустые что мы делаем с этими значениями дэлит 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 вот на одно правильное значение которое осталось все оставляем только значение которое в скобках прописанные скобках в таких фигурных не в квадратных а вот фигурных видите да смотрим дальше ищем ищем то же самое что и было ищем дальше ищем ищем значение аукс я думаю вы поняли да какое значение ищем смотрим есть ли еще проверяем каждую модель вот так смотрим смотрим потому что может быть два такие значения может быть три поэтому нужно будет проверять каждую модельку абсолютно каждую смотрим каждую надо выбирать каждую абсолютно модель вот ее смотреть принципе больше никаких не нужно нам трогать значение в мать абсолютно то есть вот эти значения аукс они пустые они вот видите значение аукс 8 но она прописана на выставленные значения у него есть значение определенное к если мы его удалим допустим там но это шейдер да там отвлечающие там заблеск еще зашим мы удалим и не будет ему гречу вот она вот и просто-напросто смотрим ищем еще значение вот эти пустые зачастую но вот в таких дефолтных по моему больше одного их не бывает мы с вами ищем вот аукса 58 ну тут значение все понимаете есть и мы ищем опять пустые вот эти значения больше еда по моему больше в дефолте одно одного не бывает ищем все все нормально больше нету значение смотрите что происходит далее после того как мы удалили эти пустые значения мы берем наш трак обратно делаем экспорт рабочий стол тюнинг тс не будем так сейчас маты вот экспорт пожалуйста смотрим наше окошко финишит берем открываем занозу открываем занозу да хотя зачем давайте блендером запустим еще раз вот и потому пути делаем импорт а вот теперь а тс бэйс путь к распакованной базе бэйс и куда маты маты путь мода импорт смотрим вот наш трак пожалуйста больше в нем вот этих неправильных значений не будет все нормально все вот оно и вот так какие-то проблемы с экспортом с импортом все в принципе нормально вот при экспорте проблему изникают получается вот эти пустые значения укс вы должны удалить и все все просто они не влиять ни на что то есть они сбивают мат и при экспорте получается мы не можем этого сделать все то есть блендер очень чувствительным в этом плане до такой чувствительны вот и происходит ошибка про прописки пути матов и просто напросто нет таких значений игровых он ошибку дает я тоже помню и психовал не получается думать в чем проблема все у каждой там детали проверяешь материал все применено все там все вроде бы все нормальные данные вот вот как бы такой коротенький урок ребят будет кому-то интересно полезно буду очень рад я думаю вы поняли можем давайте сделаем на примере но вот смотрите какой момент берем допустим сейчас я удалю из мат маты чтобы у меня шипи сюда 5 сохранил что при так на на скорую руку урок чтобы вы не забывали навык вот а куда я еще сохранял ладно не столь важно потом найду вот смотрите какой момент делаем импорт у нас было что kenward 680 kenward 900 и знаете что самое интересное сейчас я вам покажу с кенвардом таких проблем нету с ним таких проблем не возникает с чем это связано почему допустим а ну вот смотрите в етс есть часть машин которые делают делаешь импорт экспорт нету ошибок но часть машин вот делаем экспорта мат и по этому же пути все нормально то и здесь все мат и прописываются правильно понимаете так же и в етс часть машин ты делаешь импорт экспорт все хорошо вот я не помню точно по моему вот видите здесь как бы такого момента нету но следом делаем импорт петь у 579 смотрите импорт сейчас мы делаем экспорт смотрите экспорт с цена сейчас я удалю мат и делаем экспорт ошибка понимаете здесь то же самое то есть здесь есть мат мат со значениями аукс которые пустые которые мат сбивает к вот они удаляем повторяем следом делаем то же самое смотрите пожалуйста то есть все хорошо вот как то так и такой коротенький урок просто вдруг кто-то столкнется с проблемой с такой блендере да это может быть не только связано с траком с колесами с какими-то аксессуарами там с тюнингом салон совсем чем угодно вот я вам дает дает с не рассказал и есть автомобили которые импорт экспорт все хорошо ты не понял по моему по моему с дафом ну с какими-то вот такие же проблемы то есть это может быть с салоном это может быть с прицепом это может быть с какими-то аксессуарами то есть если у вас прописан путь к папке бэйс правильно если у вас прописан путь к моду распакованному правильно если вы делаете импорт все хорошо но при экспорте у вас возникает трудности не психуйте мрисом вначале думал ну что муж за безобразие такое да почему так тому что что делать вот думаю сделаю такой урок коротенький вводную может быть кому-то пригодится ребят пишите в комментариях что будем делать будем ли вместе заморачиваться как бы делать уроки помогать друг другу вот как бы что к чему хотите давайте будем вместе как бы познавать азы блендера сейчас возможности конечно после дополнения введения вот этих скаисовский ну там инструментов что возможности у блендера становится на порядок выше даже чем у занозы я думаю что в дальнейшем блендер ну начнет потихонечку завоевывать наверное идет аудиторию так как вообще как а программа 3d моделирования блендер на порядок да выше чем заноза все таки возможности в нем больше да там блендер это программа с открытым исходным кодом который дополняет весь мир люди блин но вот каждый человек в принципе который там что-то захочет него внести такую путная да он может это сделать и безусловно это может получиться отличная программа которую мы представьте да там возможности профессиональные программы 3d моделирования соответственно захотите давайте будем понемножечку я тогда буду его колупать вот эти вот все инструменты пробовать изучать что-то познавать показывать вам какие-то начнем да там с изначальных каких-то азов как-то все потихонечку помаленечку а в дальнейшем уже будем переходить к чему-то более серьезному ну вот как то так ребят рад был пообщаться в коментах лайки дизлайки вот это ваша тема вы любите мне в принципе параллельно мне главное нести людям пользу чтобы это кому-то доставляла радость пользу да там приносила действительно как бы полезная информация которую люди хотят для себя черпать и что-то познавать и как бы развиваться в этом мире так ребятки всего доброго всем всего хорошего здоровья вам вашим родным близким и всего всего хорошего ребята пишите оставлять комментарии будем уже там решать все всего доброго всем удачи всем спасибо на связи с с